Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас самая большая закупка за все время была. Раньше я покупала по чуть-чуть, по чуть-чуть. Этого так было незаметно. Сегодня я купила 5 мешков корма разных для собак по 15 килограмм. Это сколько 5 на 15? Больше меня весит. Дальше я купила много разных грызилок, копыт. Для убирать у нас поломались совочки. Потом вот такие корма собак там какие-то безумных. Вот таких 4 упаковки, по-моему. Да, вот 4 упаковки. Потом жильных, потом коровьих. Ой-ой-ой-ой, очень страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Идем дальше. А, и самое важное. Сейчас, ну пеленки это само собой. Но, наверное, буду потом докупать. Пеленки уходят в бешеной силы. Бравек-то, да, для малыша, который весь чешется. Посмотри. Ты скажи, мне кусять приготовила? Ты скажи, я вообще первый раз эту собаку вижу. Ты скажи, кусять мне даешь? Или ты что, зря закупалась в магазине, что ли? Короче, я купила очень много собачьих и кошачьих вакцин. Это все от бешенства. Короче, по 10 штук каждого. Вышло у меня на 30 тысяч рублей. Но так как сегодня большая скидка, и поэтому я закупилась много, вышло у меня на 26 тысяч 367 рублей. Оно все равно не будет так сильно видно, поэтому вот так. И это все огромный чек. Вот так. Надеюсь, в ближайшую неделю не надо ходить в магазин. Они вот этот мешок корма за 3 дня съедают наши собаки. Огромные. И маленькие, и большие. Несет коробку огромную. Я не попаду. Ну, лази. Все внутрь в коридор. Бельчик! Ах ты скотина! Убежал! Бельчик! А ну, посмотри, иди домой! При любом удобном варианте убегает. Ну, смотри, забегает. Так, теперь мешки. Сейчас, мам. Кузя, Кузя под столом у дедушки я виделась недавно. Здесь 15 лет назад. Так, теперь мешки. Ты будешь поставить. Давай, закидывай мне, Гаяна. Кузя, закидывай. Вот сколько они весят? Еще один закидывай. По 15. Иди, надорвешься. Издеваешься? Я 60 на работе закидывал. Все, иди. Все. Ну, еще один. Кузя, ты прикалываешься? Давай, закинь один. Какой я? Нет, иди. Все, ладно. Чтобы ты надорвался, у меня потом не было помощников. Спасибо. Белочек, уйдешь? По попе дам. Да, туда, в ту комнату, где все корма. Как-нибудь. Так вот. Белочек, ищи добрые ручки. Обращайте внимание. Что еще делает? Ты издеваешься? 45 килограмм, Михаил Александрович. Ну, там, но они большие. Говорю бы поменьше. Ну, все, по два таскай. Ребят, вот я переотоложила все вакцины, которые я купила. И вот еще собачьи. На первое время хватит. Ну, и что? Наконец-таки мы даем тебе таблетку. Видите, он, походу, от невинки. Оно что-то осталось. Он заразился. Вот эта шпиндюрочка, ребят, стоит почти полтора косаря. Вы можете себе представить? Вы можете себе представить? Зато работает сколько месяцев. Давай, ты видишь, ты лысеешь. Давай, она вкусная. Она вкусная. Давай, на. Ой, вкусное что-то упало. Ах, ты собак сутулы. Ты хочешь, чтобы я тебе дала проглотить? Все, дала я проглотить. А то он чешется. Нам его еще в Германию отправлять. А он, не дай бог, полысеет. Все, зарастать с этого момента. А то он весь чешется. Все. Ни бложек, ничего тебе на протяжении трех месяцев. Кстати, хотела сказать, мне пришел корм. Я сейчас поставлю чеки, сколько стоит. Тоже приплюсуем к общей сумме. Вот такой и вот такой. И сейчас поедем еще раз в Азон. Там еще один корм пришел. Я, короче, сейчас стала закупать разные фирмы, чтобы смотреть. Для него купила, потому что мне врач сказал, что вот с его лапками нужно полноценное питание, полноценное, сбалансированное. Это только премиум корма. Поэтому я стала закупать премиум вообще. И его нужно премиум кормами кормить до года хотя бы, до года полтора. Да, чтобы у него с лапками все было хорошо. Помимо таблеток, которых я даю хандропротекторы. Вот я с ним разговариваю. Он знает, что я разговариваю про него. Поэтому тут ябеднитель. Дед, я ему хотела лежанку поменьше купить, а эту для леди кладать. Для леди. Можно эту леди отдам? А тебе поменьше куплю. Вот, чешется бедолашка от своего домодокоза. Так вот, ребята. Сейчас мы поедем возьмем еще один корм. Пушкина. А ты приставай чесаться. Сейчас я еще посмотрю обработки, кому какие они сделаны. Еще пойду, докуплю обработки. Ну, естественно, обработки дорогие. Теперь с Симоновичем возьмем бралекто. Да, вешу. Вешу. Большая таблетка. Что у тебя рот дырявый? Перс. Кушай, кушай. А это сейчас Диме дадим. Это как петяк. Поймали Димку. Мандаринку. Сиди, пучеряшка. Блин. Как она открывается? А, никак. Стой. Подожди, подожди, малыш. Что? Дуреха. Ну. Может, я тебя блохо ищу, а ты тут плачешь. Дина. Все, зато блошки есть не буду, дурочка. Кучеряшечку. А? Не привыкла к рукаву. Дина, кучеряшка? Дина, кучеряшка? Ребята, а пупет не стоит. Там мешки, корма. Че только я не купила. Дешевле? Это со скидкой 32 тысячи. Мне должны бровек-то оплачивать рекламу. На 32 тысячи со скидкой. Крепки. Я в шоке. Я купила всем. И 6 тысяч. Да, вот. И кошкам, и собакам. Всем, всем, кому кто нуждается. Это еще со скидкой. 6 тысяч мне скинули. 4 тысячи. Короче, я сегодня закупилась на 50 тысяч, да? 10 тысяч мне сделали скидку. На 60. Мама оказалась права. Просто. Я в шоке. Сейчас Гая наступит на свои шнуры. Как упадет со всем этим. А там таблетка, блин. Пиндюрка вот такая. Но зато 3 месяца у них ни блох, ни клещей, ничего. Охренеть. Миша. Да. Там у нас было на 26 тысяч, правильно? Да. Здесь на 32. Мама даже нельзя. Больше 50. Оказывается, была права. 58. На 58 тысяч я сегодня купила. А так и выходит. Мы через день, через день, помнишь, как накупали мы? А сейчас просто со скидкой мы решили на месяц вперед купить. Даже эти на 3 месяца вперед. Цент подсадить или загубить. 58 тысяч я оплатила. Из-за того, что сегодня скидочный день, у меня скидка вышла на 10 тысяч рублей. 58. Вот ты покупаешь и от сердца, червей и все такое. Да. Все, ребят, мы приехали сегодня в Георгиевск. Корма нет, ни одного бубенчика. Вот эта штучка с водой стоит. Половина опустошенная. Что, оставляем? И давай мы сейчас купим в пятерочке этот... Миски. Миски, да. Ой, бедненькая умирает. Подожди. Она не ужалит меня? А! Что там? Муха какая-то странная. А это, как детки вычипала? А они все съели. Давай на обратном пути... Доберем. Блин, а мы будем выезжать. Это огромный круг надо будет делать. Или вот так прямо проедем сюда. Я дойду. Ну, на обратном пути. Ну, все, мы приехали. Здесь Оливия и этот чихающий. Это... У нас куда Цаца ехала, Цаца... Мяу! Она... Мяу! Мяу! Вот так и едем всю дорогу. Ой, и тут отдыхает. Как ты занесешь? Все, все, отходи. Можешь поставить низ, а мягкий верх. Здесь зоопарк привезли. А ты вперед. Опа. Все, это на него. Офигеть, поднимай. И скажи, сколько штук там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На всех. Ты можешь просто копировать счета. Ты давай, ащида? Нет. Какая бобка. Какая бобка у тебя. Неси. Пусть она сама залезет. Застегни. Можешь машину нести. Я не поделаю. Колубенькую, да. Майя, погляди, чтобы сразу поехать нести. А на что вы стали? Мурзик. Кило двести. Кило двести? Да. А был? А на двенадцать еще партил. А был? Был кило. Кило? Ох ты. Ох ты какой. Мой девушки. Сакан в одну прибавился. Уходим. Все равно не хватит. Ждай. Можешь ты. Можешь. Стоп. Самый претильный снежок. Стой. Три сто пятьдесят. Да. Стой. Три сто пятьдесят. Все. Ох ты. Округлился. Все, ребят, сегодня ушло 2180 рублей. Вот видите, одна ошибка, то что я у женщин с трещу кошками взяла, от этих кошек, и они теперь заражают всех. Теперь одна-две кошки у меня там остались, и всех новеньких повально. И я езжу, я трачу огромные деньги весной и осенью, потому что у них обостряются эти болезни. Я весной и осенью пролечиваю, трачу время, трачу деньги из-за того, что я взяла у нее вот этих жутко зараженных кошек. Потому что она всех тащила в один дом, никого практически не лечила. Сколько они умирают и умирали. Фух. Хорошо, сейчас больше животных от нее я не беру. Все. Знаешь, почему у Белечика опять началась эта болезнь? Ну, чихает. А почему? Потому что он получил стресс, потому что я его в котетон переложила. У него уже был один король, а там куча кошек. Это первое. А я же знаю, что его в этот же день отдубасило. Мишка, зеленый светофор горит. Ой, полкрасный. В этот же день его отлупасила Крикуша. Ну, давай заберем. Она его так отлупасила. Конечно, у него стресс на стрессе. Давай заберем. Ну, уже все. Он там привык. Так, Сазона сейчас ко мне пришла еще одна посылочка. Точнее, две. Поводок вот такой. Он с QR-кодом, как адресник. Но я буду настоящий адресник. Видите? Наши люди вот этого не поймут. Вот. Какой он, светоотражающий. И корм еще один. Так, Рада, только смотри осторожно. Рада! Перс, не плачь! Иди сюда! Рада! 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 Субтитры создавал DimaTorzok